Всем привет, друзья! Воскресенье, 28 мая. Кто-то хотел посмотреть тусовочку здесь у нас в Райде. Кому-то не хватало людей. Вот сегодня как раз у нас тут тусовочка. Супер! Я вам сейчас расскажу поподробнее. Завтра у нас еще и банк холодей. Поэтому съехала здесь людей на остров Уайт. А конкретно в Райде просто тысячи. Давайте, друзья, посмотрим сегодня. Такой праздник здесь у нас. На острове фестиваль вот этих скутеров. Видите, он обычно проходит летом. Ежегодно на острове нашем собираются. Вот видите, вот такие вот у нас любители этих мотороллеров. Так называются они здесь, скутеры, да? Это не байкеры. Ну и у них основная тусовочка в Райде. Те, кто хочет посмотреть поконкретнее, вам сейчас всплывет видео, как обычно. А я хочу, в свою очередь, немного опять поделиться. У нас ведь пока был коронавирус и пока был локдаун два года, здесь никаких фестивалей не проходило. И вот тоже фестиваль этих скутеров, он тоже был закрыт, конечно же, и не проводился. И вот сейчас впервые, пожалуй, с 2019 года эти скутеры вдруг опять заполонили весь наш остров. Вы знаете, может быть, самим вот этим вот владельцем мотороллеров бывает очень им интересно посетить наш остров, приехать сюда на выходные. Они приезжают в палатках, они там эти палатки разбивают везде, где только возможно, по всем паркам. И живут здесь бесплатно, чудесно. Вот поэтому им нравится, мотаются по всему острову. И я вот знаете, что подумала? Ни один из проживающих конкретно на острове Уайт, ни один житель местный их просто терпеть не может. Сейчас попытаюсь объяснить, почему. Вот видите, да, красавчиков я вам показала специально. Но это лишь только два человека. Вы представьте, что их здесь просто сотни. И мало того, что от них такая трескотня и шум страшный, но еще от них опасность на дороге, потому что почему-то чаще всего они не соблюдают правила дорожного движения, как будто это писано не для них. Но и это еще не все. Когда приезжают эти скутеры на остров, они оставляют после себя столько грязи, вы не представляете. Ну вот знаете, приехал, намусорил, все побросал, включая даже палатки свои. Палатки, простыни грязные, всякие полотенца там какие-то, знаете, банки-бутылки. Вот это все они оставляют в палатке в лесу, в парке, бросают. И вот это свинство потом еще долго-долго аукается жителям острова. Но и это еще не все. Самая главная проблема и самая главная беда, то что вот каждый год, когда сюда приезжают эти скутеристы, у нас обязательно случаются аварии. Вот вчера я ехала на прогулку, и я поехала не на своем автомобиле, я поехала на автобусе, потому что они очень опасные на дорогах, они не соблюдают правила, носятся, как угорелые. Ну, в общем, дискомфорт. Поэтому я поехала на автобусе. И что вы думаете? Просто там у нас, недалеко от моего дома, на перекрестке круговом, там случилась авария на кругу. Вот, видите, вот там основное место их гнездования, паркования. Знаете, такая вонь, что я даже туда идти не хочу. Я вам показывала в прошлом году. Видео опять скину. Если кто-то хочет, можете посмотреть поближе. Ну, и, конечно же, вот я повернулась, я стою на углу, как раз напротив. Вот здесь вот их основная вся тусовка, скажем так. Вот опять шум, гам, крик, вонь, грязь. Вот это все то, вся та радость, которая приходит сюда, на остров Пальм, вместе вот с этим вот карнавалом. Ну, а в связи с тем, что этих скутеристов у нас так много, тут у нас и полиция активизировалась. Вот обычно я не вижу здесь таких полиц. Пожалуй, конечно, основные здесь те, кто получает какую-то прибыль от приезжающих сюда скутеров. Это вот бизнес на острове. Рестораны, кафешки, пабы, парковки, конечно же, заправочные станции, которые продают бензин. В общем, вот это все бизнес, конечно, они очень рады таким разным всяким фестивалям, карнавалом, могут каким-то образом немного свой бизнес ну вот, видите, показываю вам, как это выглядит, показываю вам, какими толпами они ездят, вам слышно только тарахтение, а я стою уже и задыхаюсь от этой вони опять очередной раз. Так вот, радуется только бизнес, только бизнес в прибыли от этих карнавалов. Вот видите, здесь все заполнено. кафе на побережье именно этими скутеристами. И вот посмотрите, что они делают. Видите, они паркуются, где попало. Вот здесь вот линия, которая обозначает то, что парковаться нельзя. Вот здесь на тротуаре вообще парковаться нельзя. Ну вот они вот так ведут себя нагло, понимаете, без проблем. Где хотят, там паркуются. Ну вот, наверное, кто разбирается, поближе подошла показать вам вот этого красавца. Я не разбираюсь и не знаю, что это, кто это, но красивый, конечно, супер. Сейчас попытаюсь найти название. Да нет, наверное, не вижу сразу, поэтому искать не буду. Напишите, кто знает. Вот сейчас посмотрите, еще партия едет, не знаю, против солнца. Хотела показать вам. Вы знаете, они не молодые люди, а вообще такие в основном пузатые дядьки с бородами развивающимися. Вот здесь опять парковочка такая небольшая. Почему парковочка здесь образовалась? Ну, потому что здесь опять паб. Это именно то место, где они тут зависают все сразу шурган. Кто обожает этих ребят? Только бизнес, который, конечно же, с них много денежек возьмет. Вот еще посмотрите пара что-то они в этом году все парами поприехали. Раньше приезжали в основном мужчины. Ну, вот, посмотрите, еще скутеристы стоят, да? Вот они вот так вот 50 плюс 60 плюс. Вот еще, кстати, посмотрите бизнес кто-то устроил себе тоже. Фотографируют этих скутеристов и потом выставляют сюда фотографии кто желает. Вот, видите, 20 фунтов формата А4 поменьше 15 фунтов, еще поменьше 10 фунтов. Еще один пап на углу и посмотрите, как отдыхают англичане. Как здесь отдыхают англичане. Диво дают иногда, конечно. Насколько они любят это пиво дуть с утра до вечера. И насколько они шумные становятся. Вот такой вот отдых. Стоит приезжать на остров Уайт, чтобы сидеть целыми днями в пабах и дуть пиво. Может быть у них здесь встречи какие-то происходят серьезные. Хотя вы знаете, я честно говоря не уверена. Мне кажется, что они просто как какие-то знаете заигравшиеся подростки. Специально не выключаю камеру. Ох, какой автомобиль. Ох, какой красавчик. Боже мой. Это что за автомобиль такой? Не выключаю камеру, чтобы дать вам послушать вот этот жуткий шум и посмотреть его такой выхлоп от них и такая вонь, что я просто говорю я задохнулась. Я не знаю, может быть кто-то может быть кто-то уже привык в больших городах жить вот с такой выхлопной вонью. Вот так друзья нагулялась я сегодня надышалась выхлопом и голову мне тут так нашумели. Ну и я в общем-то конечно ворчала не переставая может быть я уже так вот думаю может быть все оно хорошо ко времени или может быть я не привыкла к такому здесь на острове обычно тихо спокойно вот кстати опять же у меня спрашивают постоянно почему вы гуляете и нет на улицах людей что происходит почему нет людей вот эти вопросы постоянные я пыталась и так и сяк объяснить а сейчас я вы знаете элементарно поняла что людей нет потому что совершенно другой англичане ведут образ жизни они не ходят не гуляют праздно по улицам очень очень редко на каких-то прогулках пробежках в специальных местах они могут гулять по улицам а в остальное время они пользуются своими автомобилями они не ходят они ездят по улицам понимаете вот наверное самое главное что я никак не могла объяснить англичане и вообще иностранцы они не привыкли праздно просто ходить шататься по улицам гулять они только разъезжают по мере надобности ох какой красивый посмотрите бесподобный ну конечно иногда вот такие вот интересные экземпляры они радуют посмотреть это все вот у нас сейчас уже открылся я так понимаю пляжный сезон очень интересно будет еще у нас и погода уже установилась друзья так что мы еще с вами много чего увидим а на этом у меня для вас все друзья всего вам доброго берегите себя всем пока 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 не до сих пор Продолжение следует...